Здравствуйте, дорогие невесты! Мы продолжаем нашу обзорную экскурсию по объединяющим традициям, которые принято проводить на выездной регистрации брака. И на очереди обряд перевязывания запястья лентами. Наверняка кто-то из вас знает этот обряд, наверняка слышали о нем, а может быть кто-то даже и видел. Давайте поговорим о том, что же из себя представляет он и что символизирует. Так вот, связывание рук символизирует намерение двух людей соединить свои жизни, любить и заботиться друг от друга. Важный момент, как проходит данный обряд. Жених и невеста берутся за руки, тут важно, правой рукой за правую руку, а левой рукой за левую руку. Так что запястья оказывались перекрещенными. Лентой перевязывали запястья, как бы образуя восьмерку. В данном случае очень важно, что лентами мы рисуем цифру восемь, потому что она символизирует бесконечность. После того, как запястья были перевязаны лентами, пара произносит слова клятвы, слова любви и верности друг к другу, и обряд завершается. Для того, чтобы осуществить этот обряд, вам понадобится лента, тесьма, и некоторые даже используют веревку. Тут важно понимать, что цвет ленты имеет значение. Традиционно используют белый, синий или красный цвет. Они символизируют собой, издревле они символизировали собой невинность, верность и страсть. Но лента могут быть и других цветов. Но я все-таки рекомендую своим парам обязательно, если они выбирают три ленты разного цвета, одну из этих лент сделать белой. Потому что белый цвет также обозначает целомудрие, высшую духовность. Это начало чего-то нового, чистого. Цвет внутренней гармонии, единства с окружающим миром и абсолютной целостности. Поэтому для проведения этого обряда вы можете выбрать абсолютно любые цвета. Это могут быть ваши любимые цвета или цвета, которые соответствуют вашей свадебной тематике, концепции вашего свадебного дня. Либо вы можете посмотреть символику цветов и выбрать именно те цвета или их оттенки, которые соответствуют вашим внутренним ощущениям. Если вы невеста, которая только начинает подготовку к своей свадьбе, не забудьте перейти по ссылке в описании к этому видео и забрать файл, который я приготовила для вас. Данную церемонию принято проводить в середине выездной регистрации брака, как вы поняли, перед клятвами. То есть клятвы являются продолжением данного обряда. Но что же делать, если вы не планируете произносить клятвы? А вот вам лайфхак. Запишите слова любви и верности заранее. И в тот момент, пока выездной регистратор будет завязывать, перевязывать ваши запястья лентами, гости будут слышать вашу речь. Завершая этот небольшой, но все-таки информативный выпуск, мне бы хотелось поделиться своим опытом. Я достаточно часто проводила этот красивый объединяющий обряд, но особо мне запомнилось два случая. Одна из моих пар, выбрав этот обряд, решила, что они будут перевязывать запястья не лентами, а веревочками. Вы знаете, что ленты можно заменить на веревки. Так вот, они выбрали веревку, даже вот ниточку, знаете, вот эту красную нитку желания. И решили, что не я буду завязывать, поскольку это не ленты, а они друг другу во время клятв, а вернее даже во время загадывания желаний друг другу завязали эти ниточки. Важно, что они завязали на семь узелков. То есть сперва жених невесте, а затем невеста жениху. И еще один интересный случай, когда пара выбрала перевязывание запястья лентами. Здесь они оставили все в традиционном виде вместо обмена кольцами. Но согласитесь, обмен кольцами – это ведь тоже обряд, это ведь тоже традиция. Но к моменту свадебного дня пара была в браке уже полтора года официально. И все, абсолютно все приглашенные гости об этом знали. Мало того, они уже полтора года носили колечки и снимать их не хотели. Но они хотели провести красивую выездную регистрацию, чтобы гости услышали их историю любви. И во время выездной регистрации провели два обряда. Первый обряд – это капсулы времени, о которой вы уже слышали, так называемая винная церемония. И вот этот красивый объединяющий ритуал перевязывания запястья лентами, которые они выбрали вместо обмена кольцами. Кстати, те ленты, которыми они перевязали запястья, они в конце выездной регистрации положили вместе с письмами и вином в капсулу времени на хранение. Вот такие интересные варианты. Я всегда говорю, что вы можете брать любую из тех традиций, что мы разобрали за основу, но придумывать какой-то свой оригинальный вариант, альтернативный. Поэтому фантазируйте, отпускайте фантазию и воплощайте мечты в реальность. Всего хорошего и прекрасной свадебной подготовки. Пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok